здорово пока соберешься уже на улице темно ребята мой мой как говорится в германии на севере ну у нас уже добрый вечер я говорю давай собирайся быстрее поем а точно буду ехать будет уже темно так едем немножко за продуктами и ну как уже может так по маленькой традиции или как будем ехать и вам снимать все едем в магазин ну и вам будем немножко как обычно что-нибудь рассказывать уже правда на улице темно я говорю на я пока собралась и отчеток на меня смотрят так долго собиралась ну смотри уже солнце села на же луна вон во всем разгаре короче ребята да в то время когда в манитобе уже ребята на рыбалке на зимней сегодня первый раз выехали алекс привет там короче они уже полностью на льду рыбачат и уже сегодня был хороший улов меня присылал фотографии молодцы ребятки да а у нас на улице плюс 4 два раза у нас немножко один раз прям хорошо посыпал снег сантиметров 10 он дня два полежал и все и растаял и вот как-то на днях опять он с утра пошел и уже все в обед уже не было снега да у нас у нас тепло на самом деле вот да ребят знаете что хочу немножко так вам как говорится если уже едем опять по дороге немножко вам рассказать чё почем короче да у нас на работе я услыхал говорит канадец я помогал в другом отделе немножко работал и он говорит сейчас говорит может произойти такое что говорит у нас продуктов не может быть а я такой а чё в чё нифига себе какая у нас внутри о мою шонотка громадная еще ни разу так не видела офигеть на камеру так не видать и и даже ты я такой еще и у моего чутка здорово чонка короче ребят на камеру вам не будет видно да короче канадец говорит о чем у нас говорит может такое произойти с продуктами может не будут я врачу такое но горит британской колумбии там же сейчас затопы сильные ну короче я дома тоже давай немножко так посмотрел да там короче прошли такие дожди в некоторых регионах в некоторых регионах британской колумбии там как ванкувер и так далее об асфорд ноябрь месяц считается один из самых дождливых месяцев в году и там за два дня выпало выпало вылило столько дождя как за весь месяц ну и короче воде некуда было деваться и там размыло главную дорогу главный хайвей который по которому можем всем нам везут хавать с порта там откуда привозят чё вот и железнодорожные пути тоже хорошо размыло но это просто была к это паника мы с тобой были в магазине 4 3 дня назад да там столько народу было это был какой-то вообще это караул какой-то там я еще такую игру хочу народу то столько что непонятно понятно а вон чего они видать все очканули хотели всю то летную бумагу дать купить не набрали как бы все сподряд чё в руки попадается на камеру общей луну не видать представляешь она вон х мощная и это ну короче сказали по новостям я уже тоже прочитал что все нормально не надо никакие у панику разгонять что не будет хватать продуктов и так далее и тому подобное все это короче ерунда уже там восстанавливают дорогу и все короче везут дальнобойщики все в деле ребята простоев я думаю ни у кого сильно нету если может кто-то дальнобойщик меня с канады смотрит и может дорогу ехал в ванкувер или еще чё было бы интересно если бы кто-то так бы что-то рассказал бы да между прочим вот я если уже вот так говорю то было бы круто с кем-нибудь интервью записать вот кто например с канады если у вас есть интерес и вы не боитесь но я знаю все мои зрители они боятся они все как партизаны знаете особенно те которые с канады они все партизанят не комментирует ничего смотрят как из-под тишка как будто но было бы же прикольно если бы записать как с каким-нибудь там вообще иммигрантом там через skype интервью и выложить на youtube было бы круто между прочим те ребята которые хотят иммигрировать не имеет значения откуда у меня есть с германии со мной общаются есть россии общаются те которые хотят иммигрировать то ребята не стесняйтесь пишите мне если вы не против можем записать интервью на такую тему что типа ну можно так вот я сейчас у меня такая мысль типа почему хотите иммигрировать поедем прямо сейчас почему хотите иммигрировать и так далее и тому подобное если вы не стесняйтесь рассказать это на skype запишем и я выложу как интервью на канал было бы я думаю очень было бы интересно так что ребята обращайтесь не стесняйтесь и все будет чики-пики да что еще хочу сказать буквально сегодня прочитал такую новость бешеную бешеную как я считаю что наш этот клоун сказал я не буду говорить чего кого вы поняли сами наш наш король здесь который говорят король в россии да у нас тоже есть он считает себя таким этим дятлом крутым привез короче там шприцов там не знаю полные брички полные вагоны и короче детей от 5 до 11 лет короче всех можно проткнуть вот короче какое-то бешенство вот и на 50 до ну ты скажи на камеру валик ей 50 окей надя я еду 50 хотя я ехал 60 ладно все балдиничек вот ребят интересно будет вам нормально нет уже 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 темновато да и короче вот такая вот ерунда что типа будут шприцы и и и и и и и но вы поняли все короче ерунда какая-то как и везде так и здесь вот и еще что открыли границу открыли границу между америка и канадой вот и можно людям теперь опять же переезжать туда с места на место и сегодня сказали что уберут эти тесты которые если вы меньше как 72 часа находитесь в америке то вам не надо никакие тесты но вы должны полностью быть проткнутым тогда вам можно проезжать в америку ребят так говорю немножко как бы стараюсь шифроваться потому что на ю тубе сейчас это капец какой бан и прям доходит до того что удаляя даже каналы если на эту тему что-то говоришь не так как им нравится вот и да если ты находишь меньше чем 72 часа и полностью проткнут и можешь поехать и приехать без проблем если больше чем 72 часа там то надо сдать типа даже если проткнут и надо еще сдать еще и это самое тест и тогда если он науки тогда можно заезжать в страну если не ошибаюсь граница была закрыта почти два года вот ну полтора точно люди которые живут близко у границы с америкой то вы знаете частенько ездит туда даже закупаться или заправляться потому что выходит еще дешевле чем это на самом деле у нас в данный момент сейчас хотя сейчас бензин был дорого но сейчас цена опять упала опять мы стали сейчас заправляться по доллар 29 было доллар 24 но это мы всегда заправляемся только на коску поэтому так вот а так надо так он стоит доллар 45 так еще и остался не знаю почему там опять скинули цену хотя говорили по по радио даже что цена упадет до 10 центов в ближайшее время не знаю будет это так или нет ёкарный бабай мне кажется уже полностью мы едем как это можете вообще видео не смотреть а просто слушать потому что уже наверное полностью темно и картинку ничего не видно у меня здесь тоже такая была мысль вот я не знаю насколько это может вы воспримите серьезно или нет я уже это сашка общался обсуждал у меня подписчику есть друг мой подписчик мой с россии вот ребята у меня такая идея что если вот блин только воспринимайте это пожалуйста правильно и никаким к там либо обдирала вам короче я над слушая даже тебе это еще не говорю если мы сделаем такую лотерею да допустим люди скажем я не знаю надо еще посмотреть первые это обсудим в комментариях пожалуйста ваше мнение если допустим скидывают меня пять долларов канадских да так 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 стоп 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 ребята не выключайте люди скидывают нам 5 долларов и которая сумма наберется да я на эту сумму куплю мы закупимся и отправим кому-то из победителей которого мы выберем на лайв стрим сделаем и рандомным способом надо короче закинуть 5 долларов допустим я не знаю это много в рублях или нет ребята отпишите пожалуйста 5 долларов написать в комментарии что я участвую также сама на paypal это только скидывать месяц будет на paypal перейти я перейду в paypal и там будет написано имя фамилия и так же самое имя фамилия в комментариях если мы нас там например насобираем как бы но я не знаю до сколько бы не насобирали насобираем 50 долларов 10 человек я куплю на 50 даже я не смогу на 50 долларов купить надо купить будет чуть поменьше потому что пересылка тоже стоит денег если мы насобираем на 100 долларов я узнаю сколько будет товар весить отправить и на остальные деньги закуплюсь мне вообще ни копейки не нужны но просто у меня была такая мысль такая идея я подумал а может людям будет интересно что-то там ну с канады попробовать знаешь и мне кажется наши друзья так же самое сейчас могут нам вот подсказать что в посылку например может что-нибудь такое типичное канадская купить меня эти деньги не нужны это я не в том дело просто ребят как вы считаете это было бы интересно вам или нет такое бы вот замутить короче делаем как бы такую нас наберется 100 наберется 200 наберется 300 я на 300 закупимся вообще наберется к 1000 будет 1000 я не знаю поймешь сколько людей посмотрим сколько людей скажут блин это здорово это интересно 10 человек сыграет это уже 50 баксов понимаешь а если там сыграют там я не за там 30 40 50 человек это же тоже денежка какая она собирается я эти все деньги все это уйдет на пересылку и на продукты вот там на какие-нибудь может вкусняшки там то все только я думаю уже к новому году наверно мы не успеем все это дело замутить ну и все равно какая разница и да уже придет после нового года короче сначала это надо будет обсудить в комментариях как люди на это отреагируют как короче ребята это я не хочу от этого ничего чисто для вас закупиться и я думаю что это будет интересно вот вот так говорю мне кажется это да это это будет это будет это будет прикольно для людей я думаю поэтому ребят давайте так это вот наверно дело вот так обсудим немножко вот я уже вот меня уже сколько мысли это в голове все крутится и я все как-то до этого никак не мог добраться видите хотел вам может немножко какие-то новости рассказывать а теперь уже вот рассказываю такую вот идею у меня которая была мы по этой дороге вот отсюда мы выезжали с правой стороны мы здесь поворачивали направо вот оттуда мы ехали а сейчас я немножко проехал по-другому но немножко темновато для вас уже на работе но ничего же 10 раз сказал пока сказал он еще стемнело сильнее поэтому да ребята вот насчет такой насчет идеи вот такое ваше мнение будет очень интересно пишите в комментариях чтобы по этому поводу скажете вообще стоит ли над этим заморачиваться или нет или может люди скажут чувак нафиг мне надо твои какие-то канадские там продукты там или еще что-либо она на она она нам треба вот опять же мне бы конечно не хотелось бы сильно чтобы выиграл там может какие-то там зрители будут с канады но если вы даже с канады ребята но чисто в поддержку вы тоже можете скинуть там я не знаете там ведь и 5 баксов ну что такое 5 долларов да для кого-то это будет интересно и до меня так же самое или нас не меня а нас также сама смотрят и люди тоже и наши родственники с германии допустим если они скинут то это будет абсолютно неподстанова я сделаю все live я сделаю все на стриме и рандомным способом выберу я конечно надеюсь что они не выиграют ну а кто его знает понимаешь они сейчас если посмотрят на видео скажут нифига себе ты не хочешь чтобы выиграли не ну конечно хочу чтобы вы выиграли но и не хочу чтобы выиграли охота чтобы 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 люди поверили охота чтобы это и чужие выиграли скажем мои подписчики наши подписчики но вы можете также сама все участвовать абсолютно все и представляете блин 100 человек сыграют это какие деньги соберутся да и это шанс какой будет выиграть до 1 к 100 ну блин это же но это же прикольно или нет 5 долларов потратить тоже немного нет два литра бензина вот блин нет литр бензина то не 250 стоит три с половиной литра бензина да короче вот как то так ребят мы уже подъезжает к магазину как обычно сейчас я вас счет довезу до магазина посмотрим сколько там народу а мы пойдем закупаться у нас завтра будет шоу нас будет завтра суши суши роллы там короче сейчас поедем закупиться завтра придут ребята мы будем ням-ням вот и пообщаемся обсудим вот эту мою идею уже за столом да может завтра мы тоже будем мутить видос они уже спрашивали давай будем видос записывать как они хотят видос записывать когда вы будем крутить роллы но я-то их не буду крутить я буду я буду оператор снимать это это я посмотрю по настроению короче это самое шутки в сторону переходим к делу так ну чё в магазине заправка я уже вижу как всегда заправка полная бочка стоит привезла свежий бенз и народу ну как обычно куску всегда народу народу я тебе дам все друзья спасибо за внимание пишите ваши комментарии будьте здоровы вообще лайкайте дизлайкайте видосы то что-то я недель да на недельку мы пропали но просто некогда было просто столько делов с работы приехал бам-бам-бам дети и в люльку и спать все поэтому я немножко мы немножко пропали и сразу что-то комментарии стало меньше все друзья мы приехали вот в этот наш любимый магазин это твой любимый магазин мой дала очень любим да она не любит это твой любимый магазин но мы здесь только закупаемся как вы знаете все ребята на этом все до следующего видоса будьте здоровы всем пока а мы парковаться а вон я вижу кто выезжает кто-кто лёха кто лена вон поехала подождать нас короче мы поменяли смену ты лена поехала куда поехала по сигналить установится все поехала уехал а вот как раз нормалек все приехали по пока до встречи